Сам по себе город, как уже понимаем, просуществовал 16 лет. За это время было построено 5 микрорайонов, 5 школ, около 16 детских садов. Город был довольно-таки молодой, средний возраст жителей составлял порядка 26 лет. То есть средний возраст жителей. Город был довольно-таки молодой, то есть за год уровень рождаемости в городе приблизительно за 85-й год около 1000 младенцев принял городской роддом, который был частью медико-санитарной части номер 126. Локализация, можно сказать, последствий практически 10 лет. Но до того момента, пока не начали снимать с эксплуатации червопуску атомной электростанции. До этого станция вырабатывала огромное количество электроэнергии, тепловой, поэтому хватало всего для отопления помещений. Были лабораторные комплексы, полуправление радиологического контроля. Также находилось специальное предприятие, которое занималось обращением с радиоактивными отходами. Скажем так, вплоть до 98-99 года. В 98-99 году начали все предприятия переводить на Чернобыль. В данный момент все ключевые предприятия зоны отчуждения находятся в самом городе Чернобыль. Тогда такая была система. То есть предприятие Припяти, место проживания был такой вахтовый поселок Зеленый Мыс, который находился непоталеку от такого населенного пункта, как Староколесий. И каждый день производилась доставка персонала на автобусах в город и вечером, конечно же, обратно. Но на сегодняшний день в городе функционируют всего лишь два объекта, которые невозможно перенести по экологическим соображениям. Это спецгараж, то есть техники, которая занимается перевозкой радиоактивных отходов. И также спецпрачечная, которая, естественно, обстирает, стирает спецодежду для персонала, как четвертого наркоплока принести нельзя, потому что этот транспорт из спецгаража является невоездным отсюда, по санитарным нормам. И также производить стирку одежды для персонала, который работает в особо вредных условиях труда, не представляется возможным за пределами 10-ти километровой зоны отчуждения. Мы с вами двигаемся сейчас как раз против движения. Это был проспект Ленина. Вот две полосы было в каждую сторону. Вот то, что мы видим с вами, то, что произошло городом за 30 лет без человеческого глаза. В принципе, в интернете сейчас огромное количество фотографий, как город и этот проспект выглядели до аварии. Конечно же, что здесь было? Это были аккуратные цветочные клумбы. Вот эта вот аллея тополей, она была, конечно же, высажена до этого. Посредине была прогулочная парковая зона со скамейками, разными архитектурными малыми украшениями. Ну, а слева были высажены вот эти каштаны, которые мы с вами видим. То есть город выглядел очень аккуратно, был красивым. Конечно же, после того, как был покинут, то людям, конечно же, не разрешалось брать с собой никаких тяжелых вещей. То есть была информация, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции и сложившейся радиологической обстановкой проживание в городе радиоопасно. И поэтому эвакуировали на три дня, якобы после нормализации радиационной обстановки. Людям было разрешено в Пещино вернуться сюда. Но, конечно же, не через три дня, через три даже года никто сюда не вернулся. И когда стал ясен сам характер загрязнения, как такое по себе, тогда людям разрешали возвращаться в город, запирать более какие-то ценные вещи из своей квартиры. Конечно же, после прохождения ДОС контроля. Мы с вами сейчас остановимся на центральной площади. Значит, мы здесь находимся 40 минут. Вот, за эти 40 минут, что мы можем, значит, к зданию заходить категорически воспрещается в связи с аварийным состоянием многих этих зданий. Вот, радиационная обстановка, в общем-то, тут не совсем является основной причиной. Вот, и разрешено подойти до колеса обозрения, которые находятся за дворцом культуры энергетик. То есть, туда мы дойдемся и вернемся обратно. Огромная просьба соблюдать все правила, осторожности, смотрим аккуратно под ноги. Стараемся находиться на твердой поверхности, учитывая то, что огромное количество каких-то провалов, различных крюков. Вот, работаем 40 минут, дойдем до колеса, кого есть желание, и потом уже покидаем этот город. Значит, я буду двигаться по направлению колеса обозрения. Кому интересно, идет за мной, кому надо работать, в центре работаем, и старайтесь опять же, в здание не заходим. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...